Обычный тихий парень, который не мог так поступить. Мы выясняем новые подробности в деле об отчиме, который убил двухлетнего ребенка, чтобы мальчик не мешал ему отдыхать. Шокирующая тракедия, как мы сообщали, произошла в Держинске. Отчим избил, ребенка несколько раз ударил головой об пол. Мальчик умер не сразу, а через три дня. Родная мать при этом все время была рядом, но даже не вызвала врачей, а после смерти ребенка попыталась все это дело скрыть и выдать за сердечный приступ. Но следы насилия были явными. Отчима задержали, он дал признательные показания, а мы сегодня попытались выяснить, что же это за человек такой. Ему 25 лет, служил в армии, сначала срочником, потом контрактником, затем работал охранником в ЧОПе. Жил с родителями лишь несколько месяцев назад, от них уехал. Я не знаю, где он. Я его видела последний раз, это было в октябре месяце. А он уехал отсюда, что ли? Да, он здесь не живет. Как оцениваете его поступок? Ну я откуда могу знать, если я с ним не общаюсь? Разговаривайте им. Собаку спустить? Я сейчас спущу собаку. Он не изорной, нигде не дрался. Психика нарушена. Еще удивились, даже в армию взяли, а потом в стройбат какой-то его, а потом после он, или его рассчитали, или он сам рассчитался. Но он так вот, чтобы налететь, или пить он не пил, и не дрался бы. Простой, наивный, такой вот, ну какой-то вот, не больно серьезный. Может быть, в порыве какой-то ярости или гнева, или может быть, по нечаянности какой, может, по ошибке. То есть вы в шоке. Хорошо. Меня ожидали, что такой мальчишка, безобидный на вид, человек вообще, друг раз, и такая ситуация. Вот в субботу я ему звоню, говорит, ты должен был на смену же выходить. Я заболел туда-сюда, а потом у меня вот с ребенком там проблемы. Я говорю, какая проблема? Ну вот что с проблемой? И уж потом я ей звоню, а я в прокуратуре, что-то туда-сюда. Ну, с первого взгляда, обычный мальчишка, спокойный, где-то на срочной службе, говорит, служил по контракту. То есть постоянно приходит, вот с женой постоянно приходил. Даже вот он по поводу работы, по поводу всего, постоянно с ней ходит. То есть что-то такого, что-то плохого, я бы не сказал. То есть что, вот он там, какой-то там пьяница или еще что-то. То есть незаметен был. То, что сказать, что уж там они устают действительно, или еще что-то, или он там какой-то, чтобы там что-то употреблял где-то, может быть, ничего, не знаю даже, непонятно, из-за чего. До данного происшествия семья на учете не состояла. То есть информации в управлении опеки и попечательства об этой семье как о неблагополучении также не было. После того, как произошел несчастный случай, в который сейчас будет расследоваться, мама написала заявление в связи с трудными жизнными обстоятельствами, попросила передать ребенка временно бабушке. То есть сейчас он будет передан на опеку бабушке. Кстати, что касается матери, то пока еще не решено, будут ли ее привлекать к ответственности, и будут ли ее действия, точнее бездействия, оценено как сокрытие преступления или оставление в опасности. Что касается лишения родительских прав в отношении старшего четырехлетнего сына, то этот вопрос также будет рассматриваться только по окончании расследования.